Соперник московского Динамо в кубке Уэфа, финский джаз из города Пори считался слабейшим из тех, что достался нашим командам. В джазе только пять профессионалов, из них трое бразильские легионеры. Два года назад джаз, правда, был чемпионом Финляндии, но с тех пор состав ансамбля сильно изменился. Однако динамовцы больше верили визуальным впечатлениям. Посмотрели когда запись игры, когда они играли перед ним со своей стороны, то отметили то, что действительно соперник нам достался не очень слабый. То, что придется с ним играть и играть до конца. И легкой игры ни здесь, ни там это не получится. Из-за весенних удалений в матче с Рапидом динамовцы лишились двух основных нападающих, Черышева и Терехина. Вместо них Голодец поставил ненабравшего форму Тишкова и 18-летнего юниора Артемова. До ворот джазменов динамовцы доходили, но придумать результативное завершение атаки не могли. До 15-й минуты матча, пока польский арбитр не подумал, что сильно уже тянут время. Свободный удар был назначен неподалеку от 11-метровой отметки. Гришин после серии замахов катил мяч Кобелеву, а тот загнул его под планку. 1-0. Динамо повело, даже не создав голевого момента. В оставшиеся 75 минут мелодии джаза звучали громче. Угловое восполнение Луиса Антонио не внушило басений Сметанину. И напрасно неемен заставил он звучать крестовину. Каотичные попытки москвичей выбить мяч ни к чему не привели. Но и музыкальные финны оказались неизобретательными. Зато, когда в центре поля не поделили мяч Ковском, Колотовкин и Кузнецов, изобретать что-то уже не приходилось. Классический перевод на фланг, прострел штрафную, Штанюк и Ехимович пробежали мимо. Сметанину упал раньше, чем нужно. И Лаксанин создал аккорд с рикошетом от перекладины. 1-1. На Динамо играет джаз. Конечно, печальный результат. Вот сейчас, когда вы уходили с поля, многие болельщики скандировали «позор, позор». Ну и правильно, болельщикам не понравилась наша игра. Думаю, понравится там, когда мы там будем играть. Постараемся все силы отдать, чтобы дальше пройти эту команду.